Великое национальное собрание, парламент, Турция одобрила законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Его поддержали все 276 участников заседания. Финляндия таким образом получила юридические основания для полноправного вступления в Альянс. Турция до настоящего момента оставалась последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к Альянсу. О значимости этого решения мы поговорим с турецким политологом Хасаном Селимом Азертемом. Здравствуйте, господин Азертем. Большое спасибо, что присоединились к нам. На ваш взгляд, окажет ли это решение какое-либо влияние на внутриполитическую ситуацию в Турции в преддверии выборов, главным образом на правящую партию справедливости и развития? Да, как вы отметили, турецкий парламент одобрил членство Финляндии в НАТО. Таким образом, после того, как и Турция, и Венгрия одобрили заявку Хельсинки, скорее всего, Финляндия официально вступит в НАТО на саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле нынешнего года. Я бы хотел обратить внимание на то, что все 276 депутатов парламента, которые принимали участие в голосовании в ночь на пятницу, проголосовали за вступление Финляндии в НАТО. В этой связи я убежден, что это решение никак не повлияет на внутриполитическую ситуацию в Турции. В то же время я бы напомнил о том, что представители оппозиции и Республиканская народная партия и даже хорошая партия призывают к тому, что Швеция не должна долго ждать одобрения со стороны Турции по вступлению в НАТО. Однако, опять же, мы увидели единство со стороны всех депутатов турецкого парламента. Таким образом, до выборов этот вопрос будет оказывать минимальное влияние на внутреннюю политику Турции. Однако, через некоторое время он приобретет актуальность, так как Стокгольм ожидает одобрения от Анкары на вступление в альянс. Каким образом это решение отразится на российско-турецких отношениях? Существует ли, на ваш взгляд, в этой связи вероятность ухудшения отношений между Анкарой и Москвой? На мой взгляд, такой вероятности сейчас нет. Кроме того, я думаю, что Москва даже находит позитивным решение о вступлении Финляндии в НАТО, потому что и Венгрия, и Турция не одобрили вступление Швеции в альянс. То есть Стокгольм сейчас будет находиться в режиме ожидания, и его вступление в альянс, очевидно, будет затруднено до упомянутого мной июльского саммита НАТО. И, конечно, такое развитие событий выгодно Москве, потому что со стороны ситуация выглядит таким образом, что, несмотря на расширение альянса, среди его участников есть противоречия по вопросу принятия новых членов. Кроме того, я полагаю, что эта ситуация может привести к нарастанию еще большего напряжения в отношениях между Соединенными Штатами и Турцией. Дав добро на вступление Хельсинки в НАТО, Анкара делает следующее послание. Если Швеция удовлетворит наши требования и предпримет необходимые шаги в том, что касается вопроса борьбы с рабочей партией Курдистана, вопроса борьбы с терроризмом, мы проголосуем ровно таким же образом, как и в отношении Финляндии. Безусловно, сейчас мы ожидаем, что в июне в Швеции изменится законодательство и вступит в силу новый закон о терроризме, который позволит шведским властям принять более решительные меры. Но до этого момента пока что Турция одобрит вступление Финляндии, на мой взгляд, уже отправила позитивный сигнал Соединенным Штатам и НАТО и одновременно с этим приняла решение, которое удовлетворяет интересам Москвы. И хотел бы задать вам последний вопрос. Можем ли мы ожидать принятия подобного решения подчленства в НАТО относительно Швеции до того, как турецкий парламент приостановит свою работу в преддверии выборов? И также, может ли Турция пойти на какие-либо уступки Швеции в этом вопросе? Всеобщие выборы состоятся 14 мая. Следовательно, примерно до середины апреля турецкий парламент завершит свою работу. И в повестке дня законодательного органа сейчас много других юридических вопросов. То есть повестка очень насыщенная. В последнее время мы действительно наблюдали позитивные подвижки в том, что касается позиций Турции по Финляндии, ровно как и позиции Венгрии по вступлению Финляндии в НАТО. Но речи о чем-либо подобном в отношении Швеции сейчас не идет. Я убежден, что до проведения всеобщих выборов в Турции, рассмотрение вопроса о вступлении Стокгольма в Североатлантический альянс будет весьма проблематичным. Так что, во-первых, сейчас у турецкого парламента очень большая нагрузка. Во-вторых, даже если Турция проголосует за вступление Швеции в НАТО, еще нужно дождаться аналогичного решения со стороны Венгрии. Поэтому, как я уже сказал, Анкара может вернуться к этому вопросу не раньше июня. А скорее всего, настоящий процесс обсуждения членства Швеции в НАТО начнется только в ближайшей осенью. В последние годы, когда Североатлантический альянс будет вернуться к этому вопросу, в связи с этим вопросом, в связи с этим вопросом. Большое спасибо, господин Азертем. Всего доброго и хорошего дня.